6 августа в здании Государственного центра боевых искусств состоялась конференция по поводу приезда наших чемпионов на родину. Первым выступил старший тренер сборной команды Республики Дагестан по тайскому боксу заслуженный тренер России Меджидов Абдулнасыр Магомед Расулович. Из девяти спортсменов семеро получили золотые медали, а двое серебро. Учитывая, что ребята держали пост в этот священный месяц Рамадан, проходили сборы на учебно-тренировочной базе Али Алиева, а взрослые проходили сборы в Нижнем Новгороде, в целом результат более чем хороший. По взрослым сборная России взяла третье место, а по юниорам общекомандное первое место. Первое, второе. Это Украина и Беларусь. Хотелось бы отметить, что уже очень много времени, это лет пять, наверное, в составе сборной России по юниорам большинство спортсменов из Дагестана. И из-за этого российскую общекомандное первое место берут по юниорам наши спортсмены на Европах, на чемпионах мира. Вторым слово взял заместитель министра спорта Магомедов Гаджимурад Мусаевич. Он курирует спортивные школы. Как начался освященный месяц Рамадан, мы встречаем наших ребят-универсиады, чемпионов мира, профессионалов. В общем, почти по всем видам спорта в Дагестане у нас хорошие результаты. Одним из примеров является тайский бокс. Мы сегодня встречаем наших джигитов. Не хватало одеть вам и черкесские, чтобы показать, что у нас есть и культурное направление, говорит он. А также были сказаны слова благодарности. В общем, чтобы показать, что у нас есть и культурное направление летом, от имени министерства, от имени министра, от имени всех болельщиков ваших, я вас приветствую и поздравляю с этим победом. Это еще одна копилка, золотая копилка всех спортсменов, которые принимали в этом участие. Мы думаем, что это еще не предел ваших. Мы благодарим также тренировок всех, школу, руководство этой школы спортивной. И надеемся, что вы еще и своим примером дадите для своих сверстников, для подрастающего поколения пример настоящего патриота, дагестанца, россиянина, показать именно и в смысле как гражданина этого общества. Это тоже очень важно, чтобы видели, что спортсмены, завоевшие, ставшие чемпионом мира, умеют себя вести. Надеемся, что вы дадите своим сверстникам пример настоящего патриота, дагестанца, россиянина, гражданина этого общества. Это очень важно, чтобы видели, что спортсмены, ставшие чемпионами мира, умеют себя вести и показывать пример остальным. В здоровом теле должен быть здоровый дух, поясняет он. Поэтому мы очень рады вам, вас приветствуем, и мы будем делать все для того, чтобы на этом вы не останавливались, и благодаря вам, вашим стараемся, чтобы остальная молодежь нашей республики занималась физической культурой. Далее ребята рассказали нам о том, как они пришли в этот спорт. В основном это огромное желание. Каждый из ребят хотел добиться таких же высот, что и их сверстники-спортсмены. Благодарны они и своим тренерам – Хедирову Али Султанову. Он как бы у меня и отец тренирует этим спортом. Все мои друзья, братья занимаются этим спортом. И как сам тоже чуть потянулся, понравилось. Раньше, конечно, не хотел заниматься этим спортом. Папа заставил? Нет, именно папа не заставлял. Сами братья, друзья. Смотрел, когда они выигрывают. Занимают первые места. И потом самым тоже захотелось это почувствовать. С пожеланиями нашим молодым людям обратился старший тренер. Все спортсмены сборной России отработали на отлично. Особенно наши ребята. Семь золотых и две серебряные медали. Это очень хороший результат, поясняет он. Мои желания дальнейших успехов, чтобы молодежь, она стремилась к спорту, знаниям, хорошему делу. Чтобы как можно больше к хорошему стремились, чтобы хорошее к ним проходило. От молодежи и нам будет хорошо, и нам приятно, когда у детей, у близких, у родных хорошо, и нам хорошо. Одним словом, удачи, успехов. И чтобы они свою энергию, чтобы проходили в зал, в зале свою энергию тратили. И чтобы завоевывали успех и удачу медали для Дагестана, для себя и для общества. И чтобы хорошим примером показывали окружающим свои хорошие знания. Салаватов Абдулкерим рассказал нам, как для него прошли эти соревнования. На его счету это не первые достижения. Помимо чемпионства Европы, он является также и чемпионом мира. Занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни, призывает он. К этому спорту, ну я в школе пришел, я уже по школе начал тренироваться. Ну вот у нас вроде на борьбу вначале походил, как всей борьба не понравилась. И пошел часа для себя проверить, думаю, понравится или нет. Пошел. Первые два-три месяца начал тренироваться. Я смотрю, что-то начало получаться. И дальше пошел, и уже не хотелось выходить с этого вида спорта. А вот что ты можешь сказать о вот этих соревнованиях? В принципе, впечатление хорошее, когда выиграешь, уже там ничего плохого не может быть. На твоем взгляд, сложность этих соревнований? Сложность? Для самого сложного, честно говоря, мне было весь гонять и все. Гаджиев Магомед Эмин, президент Федерации боевых искусств, говорит, что ребята, несмотря на то, что не всегда есть материальные поощрения, преданы своему виду спорта. Идут к поставленным целям, и мы за это их уважаем. Ведь это гордость и будущее нашей республики. Мы ребят приглашаем и среди массовой информации приглашаем. Тот минимум, который мы делаем для них, конечно, они заслуживают и материального вознаграждения, и других наград. В конце года мы, как правило, по боевым искусствам подводим итоги, и там тоже чествуем их. Где-то удается и материально помочь, и спонсорам найдем. Пожелав удачи и дальнейших спортивных побед, конференция была объявлена закрытой. Перекази Магомедова, Анвар Курбан Магомедов, Новости Каспий-ТВ.